В центре Волгограда Вековой юбилей региональной комсомольской организации собрал ветеранов Коммунистического Союза из всех районов города. Сегодня они вспоминали то время, когда сами были школьниками и несли здесь вахту. Не случайно торжества по случаю дня рождения самой массовой молодежной организации состоялись здесь, в самом сердце города-героя. В далеком 65-м году именно комсомольцы стали инициаторами создания поста номер один. Секретарь городского комитета комсомола Каратенко Людмила, ну или Людмила Ивановна, теперь уже она жива, здравствует тот человек, во главе которой вообще идея поста номер один родилась. И когда дети первый раз заступили в 1965 году, была сложная история, он не сразу же был признан, но в 1966 году он встал и стоял прочно до всяких передряг. На пост номер один тогда становились лучшие пионеры и комсомольцы. С момента его создания здесь несли вахту более 200 тысяч мальчишек и девчонок Волгограда. Областной комитет комсомола организовал настоящую школу патриотов, где была своя содержательная история, красивая атрибутика и ритуалы, интересные традиции. Чтобы попасть на пост номер один, командный состав каждое лето проходил учебу в военизированном лагере постовиц. В начале 90-х власти города вахту на посту номер один отменили, а штаб поста отдали под магазин. Все это время, 8 лет, ветераны комсомола пытались восстановить пост. Когда в начале 90-х годов пост номер один убрали, это было глубокое разочарование и понять это было просто невозможно. Хорошо, что все восстановили, и сейчас ребята продолжают стоять и чувствуют и память о наших предках, которые защищали нашу страну, наш Волг. Чувствуют ту же ответственность, ту же дисциплину. Очень хорошо. Вот уже 20 лет в центре города герои-школьники вновь несут особенную вахту. Для них это так же волнительно, как и для тех подростков 60-х, 70-х, 80-х. Ведь они не просто стоят на посту, а передают память поколения о молодых людях, которые с комсомольским значком на груди шли защищать свою родину. Когда-то Волгоградская организация комсомола была одной из крупнейших в стране. До распуска в сентябре 1991 года она насчитывала свыше 320 тысяч человек. Организация объединила все социальные группы молодежи, рабочих промышленных предприятий, учащихся вузов, училищ и школ. Сегодня важно сохранить эту историю. Молодые помнят о сражениях, которые проходили на нашей земле. Это нельзя забывать. Словом, столетие со дня образования царицинского комсомола – это дань памяти тем молодым людям, которые первыми брали оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины. Первыми восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство. И первыми инициировали вот такие вахты памяти, чтобы дух патриотизма передавался из поколения в поколение. Анна Дребнева, Татьяна Крючкова, Ваник Никоян, телеканал Волгоград-1.